Посмотрите, собралась вода, кипяток причем там был, было огромное. Сейчас, говорю, остыло полный потолок. Что там под штукатуркой? Что это будет валиться? Упадет ли вместе все? Новый год Наталья Быкова встретила практически в бане. 1 января в 6.30 утра в квартиру женщины хлынул кипящий водопад. Устранили коммунальщики аварию около девяти, рассказывает хозяйка. С потолка и без того ветхого дома стала падать потолочная плитка, а затем и штукатурка, говорит Наталья. С мокрых стен отклеились обои. Стены крошатся до сих пор. Наталья Быкова подозревает, что причиной аварии стал капремонт, сделанный в доме год назад. Сделали абсолютно некачественно. Люди, те, что делали, они не специалисты даже. Потому что, говорю, по телефону разговаривали и спрашивали, как это, что делать, как варить, как присоединять. В квартире сверху, откуда лилась горячая вода, урон меньше, но там тоже отклеиваются обои. Эпицентр аварии произошел здесь, в спальне, в квартире, этажом выше. Повезло, что в новогоднюю ночь хозяйка была в гостях. Иначе можно предположить, что спящую женщину могло просто обварить кипятком. Хозяйке верхней квартиры дома нет. Она дала для съемок ключи соседки. Той самой, которую залила. Наталья Быкова показала, какой капремонт им сделали. Вот они полностью висят. Они прогибаются. Они проседают. Держаться им даже просто чисто не за что. В фонде капремонта заверили в ситуации. В чем именно причина аварии рабочая комиссия? Начнет выяснять в среду. Оценить ущерб собственники пострадавших квартир смогут с помощью экспертов. Если виновники случившегося захотят в досудебном порядке возместить ущерб, то все будет быстро. Если возмещение ущерба придется отсуживать, то по оценкам экспертов фонда капремонта, это займет около полутора месяцев. Анна Янглова, Григорий Сараев, Нотабене.